Они разные по возрасту, разные по профессии, по жизненным взглядам и интересам. Роднит их один довольно существенный фактор – любовь к лесу. Владимиру Казаку лесничему драчевского лесничества чуть менее 30 лет. Профессию выбрал именно отец. То есть по настоянию отца, как-то он всё время… Всё ему лес, вот это вот, все эти поездки, всё он мне постоянно вот посмотри, вот это как. Посмотри грибочки. Да, и просто уже пошёл у нас вопрос, как говорится, ну, на мужика, то есть что я поступлю. И всё, и пошло. Я влюбился в эту жизнь, и вы знаете, наверное, и не жалею. И сегодня я понимаю, что это, может, это моё призвание. Анатолию Ефимовичу, начальнику участка по переработке древесины, так по старинке называют в лесхозе производственно-механический участок, чуть более 50-ти. Лесоматериалы круглые, мягколиственных и хвойных порубчиков, да, 2000 кубов. Ну, хотим наращивать побольше. Владимир Казак растит лес, охраняет его от пожаров и незаконных порубок, занимается лесозаготовками. Нашим лесничным заготовлено где-то около 6,5 тысяч кубов. Из них где-то около 4-4,5 тысяч кубов было на экспорт. Анатолий Ефимович принимает круглый лес, перерабатывая более 2000 кубов и получая более 700 кубов пиломатериала. Производим пиломатериалы образные, не образные. Вот. Большинство, 60% обрезных пиломатериалов мы отправляем на экспорт. 40% остается на внутренний ремонт. Экспорт как знак качества, который дает лес и подтверждает коллектив участка Ефимовича. Коллектив дружественный, хороший, исполнительный, дисциплинированный. Большинство осталось людей, которые еще на печень не походили, за что это их молодежь учится. О людях мужественных, пропавших, дымом костров, но стойко охраняющих лес, говорит и Владимир Казак. 28 работников. Вы знаете, что это великолепные трудяги. Я вам скажу, что люди из своего дела. Вы знаете, по нашему долгу тут ненормированные, о каком-то рабочем дне даже не можно это говорить. Великие трудяги сейчас в лесах. Ведь сентябрь 16-го вносят свои сухие коррективы в философию защиты. В частности, сосновых лесов Драчевского лесничества. Вот почему территория лесничества в час приезда съемочной группы была пуста. Ждут защитников леса баня, беседка, пруд с карпами. Такая тишина, как предвестник долгого ожидания и спокойствия. Был один пожар. Это были ягодники, потому что это находилось именно в черничнике. Были ягодники, было возгорание. Мы оперативно, как бы говорит, сработали. И имея сегодня на нашем распоряжении ПХС, пожарно-химическую станцию первого типа, которая перекрывает территории такие Касковшинского, Драчевского, Ясковского лесничества. То есть мы помогаем их в случае возникновения пожаров. Сколько деревьев посадил еще сравнительно молодой лесничий Владимир Казак, на тысячи счет будет. Сколько древесины переработал плотник-резчик, а ныне начальник ПМО Анатолий Ефимович, на миллионы будет. Бесчетным остается только одно – любовь к делу, которому служишь. С хорошими производственными показателями встречают свой профессиональный праздник работники Старобинского лесхоза. Только за 8 месяцев, 16-го года, лесовосстановление проведено на площади 220 гектаров. При проведении рубок ухода за лесом получено более 32 тысяч кубических метров древесины. А общий объем лесозаготовок составил более 100 тысяч метров кубических древесины, от реализации которой получено около 4,5 миллионов рублей. Отгружена же на экспорт продукции на 867 тысяч долларов. Такая вот золотая степень признания и благодарности за труд, которому служишь. В преддверии этого праздника хотелось бы поздравить всех работников лесного хозяйства, всех ветеранов, которых у нас очень много, которые посвятили всю свою сознательную жизнь служению лесу с этим праздником. Пожелать, конечно, прежде всего здоровья, благополучия, тепла в доме. И дай Бог, чтобы, говорится, все невзгоды обходили стороной.